Здравствуйте! У нас боли отчаяния, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем наблюдать за жизнью и удивительными приключениями Люси Рыбаковой. Люся падала в спасательной капсуле и затормозила головой. Вместе с ней затормозило еще двое людей, впрочем, за людей она их не считает. Итак, не считает она их за людей, а мы продолжаем потихонечку с этими людьми выживать. В прошлой серии у нас тут, к сожалению, немножко заболели ребятки наши, скоро у них вскроется заболевание. Заболел у нас... Я, кстати, не помню, кто у меня заболел. Надо посмотреть по сообщениям Кори. Кори выпало алкашам, лотра и коди. Блин, ну это грустная история. Сейчас у меня, получается, строитель и ремесленник заболеет. И ученый заболеет. До ученого мне осталось буквально немного до строительства бойниц. Бойница вещь очень важна, потому что мне позволит укрепить мою оборону. Так что нужно будет на этот счет немножко кто-то беспокоится. Это надо запретить. Кусты нужно все вот эти повырезать. Так, давайте вырежем. В общем, что я планирую сделать в этой серии? Надо ускориться немножко по обороне, потому что мне совершенно не нравится текущее состояние дел. Дальше нужно доделать покрытие. Ну, точнее, сделать возделанную почву из того, что сейчас тут есть. Кстати, почему-то не везде морковь посеяна. Люся, почему ты сачкуешь? Давай засеешь. Это второе. Ну и третье. Нужно каким-то образом будет всех вот этих ребят довербовать. Не знаю, кого получится завербовать здесь. Здесь жареное мясо 10, солонина 97, морковь. Да, солонина вроде как пока хватает. Здесь я назначил переплавку 5 оружия ближнего боя. Был у нас рейд в конце прошлой серии. Нужно будет как-то сейчас все туда переплавлять. Переплавлять этим будет заниматься у нас алкашан опять же. Все с жареным местом. Очень много времени они на это тратят. Капец просто. Давай-ка ты это переплавишь. И еще я хотел назначить Коди вот это вот снаряжение. Создаем снаряжение. Коди, гладиус, любые вещества 3. Пока что ему этого будет достаточно. Еще нужно проверить. Диета у меня остается. Здесь одежда что угодно. Там вроде как настроено. Наркоту. Ни каких наркотиков. Потому что механика работает через известное место. Вот здесь. Тут в принципе все, что не нужно отключено. Так что это можно оставить как есть. Если кто-то вдруг мне будет говорить то, что все это работает неправильно. Я просто настраиваю не так как нужно. Да ничего подобного. Рандом здесь остается рандомом. Рандом кривой. И то, что на препарате написано привыкание 1%. Это говорит лишь о том, что у вас 50%. Либо он привыкнет, либо нет. Я не верю в этот весь. В C-sharp этот рандом он не работает. Это фигня. Так. Тут кстати. Сено пока застроить не получится. Вообще сено мне нужно для того, чтобы сделать кровать. 30 сено у меня есть. Кровать я пока что сделать наверное особо не могу. Спальный мешок. Кровь пантеры. Кожи. Человеческой кожи. Кстати. Да, не хватает немножко вообще кожи для того, чтобы сделать нормальный мешок с повышенным иммунитетом. 93. Тут везде сейчас иммунка плохая будет. Можно даже особо тут на этот счет не переживать. А у человечины 90%. Надо поделать диванов из человека. Вдруг ко мне торгаши придут. Можно будет их немножко тут порадовать своими диванами. Так. И что-то я хотел еще сделать. А, мне еще нужно будет соорудить в итоге горн, чтобы перегонять говно в пепел и делать удобрения. Потому что сейчас у меня удобрения в стае. Есть тут конечно некоторое количество удобрений, но этого совершенно не хватает. Так. А тут что у нас? Морковь. А, анимация моркови просто такая. Не очень оказалась. Так. Люся продолжает готовить. Это хорошо. Ну что, когда вы там уже заболеете? Можно наверное ускориться немножко. И что-то я еще хотел такое сделать, но, к сожалению, забыл. Кстати, если поразбирать конопляного полотна, если бы у меня побольше его было. Конопляное полотно. Из них, из всех получится достаточно мало материала. Если бы мне удалось 40 собрать конопли, то я бы мог сделать еще одну кровать. И тогда в принципе без каких-то особых жестких мер и у меня бы мои жалкие людишки бы вылечились. А так, к сожалению, не получится. Может быть имеет смысл еще на карте поискать кого-то. Но я сомневаюсь, что здесь кто-то полезный будет. Хотя можно попробовать найти рептилий. Потому что кожа рептилий тоже дает бонус. Вообще можно по фауне, конечно, посмотреть. Так, есть ли у меня какие-то черепахи или... Или кто у нас еще кожа рептилий мне может дать? Есть две черепахи. Так, оружие переплавлено. Это хорошо. Сколько она дает кожи? Тип кожи 6. Количество кожи 15. Ну, где-то 13, наверное, с одной черепахи я получу. Кожа рептилий. Ну, пускай даже в самом худшем случае 12. Ну, пускай 25 будет. Звучь черепах, если я еще замочу их, Люси, 25. А у меня кожей рептилий было 35. Кстати, по сути, я могу убить одну черепаху в 135. И я уже смогу сделать спальник, который даст мне хороший буст по иммунке. Что здесь иммунизация 147%. Тут они на уринотерапии вылечатся. А мне, по сути, две кровати надо. Что заключенный с этой кровати и так подлечится 107%. Разоболеет. Так что сейчас, наверное, имеет смысл сходить к черепашке. Посмотреть, как где-то поближе есть. И получить с нее кожей рептилий. Так, эта черепаха в левом верхнем углу. Что-то далеко. Так, а эта черепаха тут же тоже далеко. Крайне. Блин, непонятно, согрится ли черепаха на меня, потому что что-то я даже не в курсе. Ладно, сейчас алкашан сгон за это. Я алкашаном тогда сбегаю и эту черепаху пристрелю. В принципе, она должна, наверное, сдохнуть с обычного выстрела. Охота за черепахами. Можно было бы, конечно, еще на панд поохотиться. Потому что тоже такая вещь полезная. Так. Вот она. Ути, ути, ути. Иди сюда. Черепашка. Блин, ползает. Везде, где ни попадя. Так, давай. О. Надеюсь... Надеюсь, одной черепахи мне хватит, чтобы сделать кровать. Еще я хотел, знаете, что сделать? У меня здесь достаточно много ресурсов валяется по карте. Вот здесь вот, вот в этом месте валялось. Я бы хотел их, конечно, перетащить бы на свою базу. А то не очень хорошо получается. Так, Люся, давай ты сразу сюда иди. Ну. Ладно, сейчас разделаем черепаху тогда. И, в принципе, можно будет соорудить кровать. Итак, Люся практически разделала черепаху. Получилось даже 14 кожи, не 15. Этого в сумме мне хватит 47 кожи. Для того, чтобы построить еще одну кровать. Входе у нас... Ага, он уже корь получил. Отдыхай сюда. И алкашан уже с корью. Так, прям вообще, вот в самый притык. Сколько, кстати, у тебя? Иммунитет 18%, кори 28. Входе ставим... Вот эти аптечки. Алкашану ставим. Тоже эти аптечки. Ну и захваченному бомжу, в принципе, можно тоже поставить. Красные аптечки, кори 28, иммунитет 18. Если у него проблемы будут, я кровати заменю. То есть, я ему принесу мешок там какой-нибудь из Кирина. Вот. А у этих заберу. Ну, их тоже можно чередовать. В целом, было бы. Выбираем мешок из кожи рептилий. Так, из кожи рептилий. Ставим сюда. И алкашан. Давай как-то это соберешь. Потому что ты у нас топовый строитель. Прям вообще в самый там притык успели. Ну, этого можно лечить. Я о Коде залечить. Так, а ты куда? А, она пошла за лекарственными травами. Нет, лечи-ка его нормальными аптечками. Коде, я успею залечить. Он сейчас тут и так, в принципе, с иммункой должен нормально все это делать. Главное успеть собрать кровать. Блин, алкашан, конечно, очень далеко все это носит. Капец, он еще один, еще две ходки будет делать. За сеном и за кожей. Очень-очень это долго. Но, с другой стороны, сам построит, сам пойдет лечиться. Так, давайте-ка ускоримся. И что у тебя? Возможно, этому придется назначить настойку. Я не хочу человека терять. Иммунитет 19. Заражение 30. Что-то, блин, опасно. Очень опасно. Давайте лечить. Давай алкашам доделаю эту, сдохнешь от этой кори. Эпидемии на ранних этапах, это вообще очень-очень страшная, опасная вещь, блин. Она может вообще очень сильно подкосить жизнедеятельность колоний. У тебя 20, кори 31%. Тут вроде все как ухолодело. Несет кожей рептилий. Так, Люся, а ты, наверное... Давай-ка сюда. Сейчас нужно будет сразу алкашана залечить. Худи, а ты куда пошел? Блин. Пациент, врач. Ты же пациент, зачем ты идешь? Ему что-то скармливать, забей. Я не знаю, как это работает. Пациент единичка стоит. При этом он все равно пошел ему что-то там скармливать. Ну, бред какой. Этим, в принципе, Люся может заняться. Или вообще какой-нибудь Васянин. Хотя Васянин вроде как не назначен. И у меня всего лишь одна грибная настойка. Чтобы пережить этот кризис. Кризис болезни. Так, морковку можно будет собрать. И сразу же, наверное, назначить, чтобы делать возделанную почву. Единственное, что Люся, наверное, не сможет это сделать. Хотя нет, четверочка. Ну, если будет позволять скилл, то тогда соберем. Лукашан, что-то так долго. Назначаем медкровать. Эту можно с медкровати снять. Она медкроватью сейчас не нужна. Так, давай, отдыхай. Отлично. И лечим. Мыть я его не буду, пускай он грязный валяется. Лишь бы с ума, конечно, не сошел. Так, а с ума... Да, с ума сойти он может. Иди схавать что-нибудь. Так, у тебя. И надо этим ребяткам отнести похавать. Так, дай, корми его. У тебя с корейю 34 на 24. Блин, что-то есть у меня подозрение, что этот чувачочек может кони двинуть. 30 на 23. Хотя корень... Я не знаю, надо посмотреть, насколько быстро она развивается. Я, честно говоря, не помню по всем конкретно болезням, сколько и... Ну, сколько и как каждая болезнь прогрессирует. Сейчас придется микроконтролить. Без этого никуда не деться, мне иначе... Просто не пережить. Так, почему ей нельзя отнести еду? Вещи. И мясо она почему-то с собой не носит. Так, взять жареное мясо. Одну штуку. Так быстрее просто будет. И отнести. Сам поест. А ты иди собирай урожай. Лукашан лечится. Коди пошел тоже лечиться. Давай ускоримся. Надо собрать. Серьезно? Надо вот здесь вначале пособирать, чтобы я тут мог ограничить это все. И сделать нормальные посадки. Блин, в чем проблема, Люся? Фермер, садовод. Почему? Ничего не понимаю. Не назначено, а тут уже можно собирать. Ну вот как это работает? Что-то какой-то бред вообще. Так, область. Вот здесь уже сразу уменьшаем. У меня есть 42 удобрения. Терраформирование, если посмотреть, то получается, возделанное требует 3. На это уходит 18. У меня останется 24. И, наверное, сюда тоже можно 6 штук поставить. То есть полностью вот эта половина будет вся возделанная. Хотя самый центр возделывать не нужно, потому что здесь должна поливалка стоять. Так, и еще. Надо по планировке свериться. Да, и вот здесь возделывать, и на здесь должна быть стенка. Так что я здесь зря возделанную почву сделал. То есть вот тут возделывать не нужно. Вот в этом месте. И возделывать не нужно вот здесь вот. Вот эти три. А тут нужно вообще сделать крышу. Так, это я тогда отменяю. Все приходится просчитывать в 20 раз. Собирай здесь. Вот говоришь, тут собирать? Она собирает где-то вот в этом месте. А эти я пока собрать не могу. Уменьшаем область. Сюда. Здесь посадки вообще не нужны. И треформирование возделанное идет вот так. Все. Оставляя примерно вот на таком уровне, Люсю сейчас можно тогда будет отправить отдыхать. Потому что иначе она потом, ну, просто будет не успевать лечить людей. Потому что скоро нужно будет их уже лечить. Хотя иммунитет вообще очень быстро набирается. Что-то я зря, наверное, переживал. 27-32. На этих до кроватей вообще моментально. Итак, продолжаем наблюдать за жизнедеятельностью нашей колонии. 19 семян морковки появилось. Надо побыстрее застраивать. В ходе 190 день рождения. Надо, наверное, алкашана заставить все это сделать. Иммунитет он, в принципе, набрал. 35 на 33. Давай, строй. Потому что чем раньше я посадки сделаю, тем быстрее вырастет эта морковь. И тем быстрее я начну блюдо нормально готовить. И тем меньше будет психозов. Примерно такая логика. Так, нет. Строй. Эту строй, эту строй, эту строй, эту строй. Все, после этого можно его отправить, там, не знаю, на нужды, на свои. И после этого, опять же, можно идти уже лечиться. Надеюсь, сейчас никакого налета у меня не произойдет. Потому что если будет налет, будет печально. Сытости мало. Здесь сытости тоже мало. Люсю нужно отправлять срочно готовить. Так. Надо ли лечить мне кого-то? Лечение. 6 часов еще. Так, отлично. Здесь можно расширить область. И это нужно будет сейчас засадить. Хотя, у меня еще осталось 23 удобрения. Я бы мог вот здесь вот, при клетке, точно так же под удобренную почву сделать. А тогда области... Уменьшить область. Раз, два, три. Даже четыре вот так. Раз, два, три, четыре. Главное, чтобы удобрений хватало на то, чтобы терраформировать вот эти болотины. Когда я буду оборону делать. Это вещь такая... Ну, достаточно важная. 9, 12. Лукашан. Нужды здоровья. Корь. 36 на 3. А, у нее иммунка даже сама по себе обгоняет. В принципе, можно даже, наверное, им скинуть лекарства. Пускай так лечатся, как могут. Так, поел. Помылся. Строй. Очередь, очередь, очередь. А ты? Ну, мясо зря ты, наверное, жареное делаешь. Солонина. Подожди, я что-то не пойму. А, тут жареное стоит в первую очередь. Давай-ка ты будешь вначале вкусное блюдо делать. А потом уже все остальное. А то как-то неправильно получается. Два. Три. Четыре. Так, и васянина можно проэксплуатировать. Взять. Нет, все не нужно. Взять жареное мясо. Две штуки. Я сейчас это жареное мясо скину пленникам. Хоть васянин не умеет ухаживать, но еду перенести он в состоянии. Так что скидываем. Нет. Зачем ты все взял? Сюда. Мясо нужно вернуть. Так. Мясо нужно скинуть. Ты свободен, Люся, а ты иди посадками занимайся. Блин, я надеюсь этот жесткий микроконтроль мне тут боком никаким не выйдет. Так, расширяем область посадок. Здесь будет стоять поливалка. Поливалку чуть позже внедрю. Возможно, я сделаю ветряный какой-то, ветряной насос. Он будет немножко электричества генерить. Плюс будет качать вот это все. Так, давай засеивай. Блин, у меня где-то снизу кто-то перфоратором долбит. Я надеюсь, это на запись не попадет. Иначе это будет крайне печально. Переноси морковь. Так, и нужно сейчас лечить вот этого дудика. Так, что у него по здоровью? Пуэр легкая. 33% иммунитета, 36%. Следующее лечение можно ему делать с Саниной. А ты лечи вот этих вот ребят. А, ну этот пускай тут с паранойей ходит. Мне тут не особо это. Васянин, давай ты не будешь этого делать. Надо вообще у Васянина лечение убрать. Он, конечно, лечить-то лечун. Но он инвалид, и он тут так налечит. А этого сейчас нужно будет накормить, потому что у него по нуждам... А, нет, он накормлен у тебя. Тоже все хорошо. Но они без гигиены, видите, много страдают. Так, по пленнику. 4-0 сопротивления. Осталось еще немного, и скоро у нас появится плюс дополнительный человек. Это будет очень хорошо, потому что мне рабочие руки крайне-крайне нужны сейчас. Ситуация такая. Не очень здорово у меня в колонии. 36 на 42. Здесь 37 на 44. Алкашан побыстрее немножко здоровеет, чем остальные. 3, 2... Вкусное-вкусное. 16. Жареное мясо. Так, Люси, ты больше посадками заниматься не можешь, потому что все готово. Нужно вот это сейчас пособирать. У меня осталось 11. Я могу, в принципе, еще 2 удобренных почвы сделать. Так, убираем. Жалко, нельзя отсюда удобрения выкопать. И перенести в другое место. Давай, собирай. Раз, два. Вопрос, сколько мне оставлять удобрений? Потому что здесь уже компост у меня никакого нет. У меня тупо 11 удобрений осталось. Компост я пока сделать не могу. Либо нужно что-то сжечь. Сжечь я могу, например, какой-нибудь щит и шмотки ненужные. Вот тут есть шапка из головы, примитивный рюкзак. Можно, конечно, досок поджигать. Почему нет-то в лесу бревна сжечь? Но я не помню, в костре можно их сжечь или нет. Придметы на костре. Да, из древесины можно сжигать. Надо сейчас тогда будет сделать под компост. Компост у меня требует... Компост требует у меня пепла 5 штук. 25 говна и 5 пепла. Тогда выставляем... Сжечь предметы на костре. Древесина. Я не знаю, сколько тут будет получаться. Я поставлю пока что 2. Так, здесь сделаем... Удобрённая почва. Сюда сделаю 3 штуки. Вот. И тут нужно убрать область, чтобы Люся не занималась поселами. И больше у меня удобрений, по сути, не будет. Так что можно смело вот здесь вот засеивать. Всё. И тут принесут. Это давайте переносимся. За ненадобность. И сжигать-то всё-таки лучше, наверное, одежду вначале. Потому что... Давайте-ка паузу. Сжечь одежду на костре. Раз, два, три. Щиты, кстати, в одежду тоже входят. Мне нужно сжечь шапку. Мне нужно сжечь рюкзак. Мне нужно сжечь вот этот щит. Всё остальное... И кухлянку. Четыре штуки. Всё остальное, в принципе, может мне пригодиться. Вот. Делаем вот так. И сжигать. Кстати, можно уже потихоньку Коди и алкашана направлять на какие-то важные дела. Потому что они преодолели порог, когда уже точно уж корень ничего не сделает. А сжигать будет алкашан, потому что у меня тоже всё около дела. Заправить это нужно будет дровами. Первое там 10-20 выпусков. Будет, конечно, очень много микроконтроля содержать. Так что большая просьба на этот счёт не бомбить. Так, алкашан, заправляй. Давай-давай-давай. Опа. И сразу делаем сжигать. Как-то странно, что костёр не может использовать в качестве топлива именно сами вот эти вот объекты. То есть щиты вот эти деревянные. Какой-то бред. То есть мне нужно расходовать дрова, чтобы тупо сжечь деревянную вещь. Ну, как вообще? Где логика? Ну да ладно. Так, одно. Шесть. И Люсю сразу же можно... Да, она... И надо немножко отдохнуть. Вот эти я сразу разрешаю. Примитивный рюкзак, как я уже говорил, я его не ношу. Он, ну, крайне такая нехорошая вещь. Очень много дебафов она даёт. А плюшек от неё очень мало. Ну, будет он там чуть-чуть больше с собой таскать. Может, в каких-то, в каких-то крайне таких редких ситуациях это и пригодилось бы. Но, как по мне, так в большинстве случаев это нафиг мне не нужно будет. Так, и давайте, чтобы дрова не переводить в биоме, где у меня очень много древесин. На самом деле проблема перевода дров не в том, что как бы я тут пытаюсь дровать и экономить, а в том, что я пытаюсь экономить рабочую силу. У меня просто нет пешек, которые могут адекватно сейчас тут что-то по-человечески делать. Так, ты работай. Всё, наверное, Люсю можно сейчас... Чё, убогое место. Люсю можно направить делать компост. Так, и ты доделывай тебя и тебя. Один компост. Почему ты плоть гуманоида? А, она засаливает её. Жёванный крот. Давай-ка я вот так сделаю, изготовить компост, сделать штук. Две. Мне нужно сделать два компоста. Мне этого, в принципе, будет достаточно. И здесь, вот в этом месте, нужно расширить область посадок и засадить три клетки. У нас тут такие. Производственные шахматы. Люси сделал у нас одну кучу компоста. Я сразу же заправляю бочку. Для бочки нужно 10 компоста. Она пока что сделала пять. Но, с другой стороны, у меня пока ресурсов на всё это дело нет. Нужно успевать ещё делать. Так, дальше. Мыть, кормить, разговаривать. Надо, наверное, этого додика накормить. Три часа, и скоро можно будет его вылечить. Так. Крами мужчину. Сюда. Здесь нужно вернуть в топливе, наверное, всё-таки дрова. Вот. И в задании сделать... Сжечь предметы на костре. Я, знаете, что здесь переименую? Сжечь. Так. Пепел из брёвен. Чтоб мне было понятно вообще, что происходит. Потому что так немножко непонятно. Пепел из брёвен. Три штуки. Так. Люся его накормила. У неё по нуждам вроде около дела. Тут лечить не надо. У тебя... Лёгкая... Срок через 8 часов. 48 на 55. А у тебя... 56 на 45. Ну, тут вроде около дела всё. Так. А у тебя? Иди-ка немножко поготовь. Раз. Два. Три. И можно засеять. Нужно успевать засеивать. Два. Три. Всё засеяло. Морковь, морковь, морковь. Да. Вроде всё засеяно. Теперь можно убрать крыши. Вот тут. Даже можно вот так, наверное, сделать. Даже, наверное, полностью можно крышу убирать. Отсюда. Вот сейчас не критично будет то, что есть крыша, нет крыш. Сюда. Колодец. Без крыш. И надо, наверное, переставить вот эту сидушку. Вообще нужна комната для наслаждения какая-то, более-менее адекватная. Потому что здесь нужно увеличивать площадь посадок. Единственное, что морковь бы я, конечно, заменил бы на чё. Потому что из моркови делать салат нельзя. Либо нужно поправить рецепт на морковь, чтобы можно было салат из неё делать. Потому что бред какой-то. Вроде салат есть, но он не делается. Ну, из-за того, что описание рецепта кривое. Так, ну что, Люся. Сейчас удовлетворенность немножко поднимется. И я ещё, наверное, её поготовлю. Ну, отправлю поготовить чуть-чуть. Так. Готовь. О, Лосянин начал переплавлять. Потому что нам нужно. 5. Сюда. Здесь сразу можно заказать ещё 2 компоста, чтобы ещё одну бочку наполнить. И потом можно будет немножко подождать. Так. Лукашан. Заполняй бочку. 11. Жёсткий очень микроконтроль идёт. Так. Заполняй. Но они очень долго созревают. Поэтому я потом могу 3 дня, грубо говоря, этим вообще не заморачиваться. Сейчас просто это сделать и заниматься другими делами. Перестала заключённая наша психовать. Заполняйте кровать. У вас. Вроде всё нормально. В Люсе. Люсе надо отдыхать отправить. Жалко, я не могу её приказать на кровати. Странно. Почему она так? Видимо, пообедать хотела. Вначале. Ну всё, можно перематывать. Очень большая проблема сейчас. Так, ты у нас медик на... Ну, в принципе, норм. Пускай лечит алкашана. Очень большая проблема сейчас из-за того, что они болеют в том, что я не могу строить оборону какую-то. Защитное сооружение. Ну, Васенину делать нечего. Пошёл вырубать. Братюня, лучше бы, наверное, занимался чем-то более полезным. Например, рубил бы горы. Мне скоро очень много блоков понадобится, поэтому давай-ка ты будешь вот это всё в первую очередь вырубать. Заниматься вот этим вот садоводством. Не нужна тебе такая машина, Вовка. Так, Ходи пошёл тоже кого-то лечить. По здоровью у него... Его бы самого надо, конечно, вылечить. Но эти... Самоотдача какая у человека. Ткань. 30 штук. Ткань, кстати, появилась. Скоро можно будет, наверное, даже шапку сделать. Я вот не помню, откуда ткань взялась. Откуда ткань взялась. Вообще никак не помню. Можно было бы с саной тряпки сделать. Если бы поставить верстак для одежды. Но я этого делать не хочу. Это пока что накладно. Слегка. Облигантина из злоскутной кожи. Вот это, кстати, штуку тоже надо сжечь. Она мне тут нафиг не нужна. Хоть это и броня, но она очень плохая. И от неё толку... Как с козла молока просто. Какой смысл от такого? Васянин порубил, порубил и надоело. И сейчас ко мне где-то вот примерно плюс-минус должен рейд прийти. Прямо чутьё у меня. Я уже сколько от Римка играю. На рассказчике, когда играешь. Не на ивентах там, не на стримах, а вот так. Прямо где-то вот в это время должен уже кто-то приходить. Так. Копать. Это копаем. Это копаем. Ну, тут Васянин сам разберётся. Что, Люся, у тебя? Люся почти отдохнула. Коди. Шёл бы ты лечиться. Сейчас нужно будет пролечить его. И, в принципе, Люся может заниматься своими делами. Вообще, можно поставить ему самолечение. Так, гости, до свидания. Поставить ему самолечение тогда слегка проще будет в этом плане. Была бы, опять же, ещё какая-нибудь пила, например. Может быть, и с пилой было бы гораздо эффективнее лечиться. Сейчас вот этот кризис болезни, который нам нужно преодолеть. Топливо. Топливо я забыл отсюда убрать. Чтоб оно ничего не горело. Так, здесь всё хорошо. Делаю небольшую инспекцию. Руда. Скоро нужно будет склад вот этот рандомно перераспределить. Что кожу я бы хотел всё-таки, наверное, куда-то убрать. Интересно, можно полы кожаные делать? По идее, коврики же можно делать. Это у нас... Я не помню, где он находится. То ли в разном, то ли где-то точка сбора. Можно, кстати, торговый караван из человеческой кожи. Ну, точку сбора каравана поставить где-нибудь. В конкретном месте, если вдруг это нужно будет. Есть тренажёры с человеческой кожей. Тренажёры мне сейчас тоже не нужны. Здесь мне ничего не нужно. О, в мебели это было. Можно, кстати, попробовать... Можно попробовать было бы понаделать им стульев, но от них тоже толку мало будет. Не знаю, не помню, где находятся стулья, к сожалению. Ой, не стулья, коврики. Возможно, я просто исследование ещё не сделал. Поэтому у меня их не появилось. Я не так часто этими коврами пользуюсь. Тем более из человеческой кожи. Обычно всё гораздо бодрее и веселее происходит. А не вот это вот всё. Хотя куда уж... Так, вот это очень плохо. Хотя куда уж бодрее и веселее. Учит, есть она. Может, конечно, было бы её ударить, чтобы она встала-то чуть-чуть. Так, а ты можешь разговаривать с ней? То есть ты сейчас его подбодришь, да? Вместо того, чтобы пытаться завербовать. А, нет. Слушайте. 3,3 сопротивления. Так, а ты... Блин, вот зачем ты... Он бы мог сам поесть. Иди готовь. Да, пока что ждём. Но с другой стороны, Васянин хороший шахтёр. Его можно будет поставить за добывалку. Единственное, что нужно будет добывалку попереставлять. Потому что пока я найду руду, где она тут находится, чёрт её знает, карта большая. Может очень много времени пройти. Так что в этом плане, конечно, нужно будет поискать. Здесь компонентов. Нужно ли мне какие-то инструменты ещё? Я думаю, что пока что, наверное, нет. Так, и по поводу блюд. Чё мне не хватает? Из мяса у меня... Можно было бы здесь, конечно, посмотреть. Но мне там неудобно. Хоть гуманоида. Солонина кончилась. Полностью вся. Это очень плохо. Надо отправить её солить мясо. Давай, Люсик, готовь. Вот сколько времени уходит на готовку? Что тупо нету... Тупо нету нормальных пешек, нормальных поваров. Очень всё это медленно происходит. Ты чё делаешь? А, моет. Молодец. Так, ты можешь с ней? Поговорить нельзя. Да, 19.1. У тебя 3.3. Я не знаю, сколько времени на откат требуется. Этот блок надо отсюда унести. Ну, на откат, в принципе, когда можно с ним пообщаться. Давай-ка его вылечим. И сразу же поговорим. Возможно, кстати, даже получится его завербовать в ближайшее прямо время. Если сейчас прям до двух с половиной упадёт. 2.6. Хоть гуманоида 10. Зачем она тебе... Так, давай-ка. Давай-ка сюда. Давай-давай-давай-давай-давай. Плоть гуманоида нужно скинуть. Здравствуйте, микроконтроль. Так, а Люся, ты можешь вот с этим пообщаться? Надо вообще так-то болтать бы Люся, конечно, с ними. Потому что у неё скилла побольше. Ну, а пока что такой возможности, к сожалению, у меня нет. Люся продолжает у нас готовить солонину из человечины. Ну, я надеюсь, всё-таки сейчас получится его завербовать уже прямо с минуты на минуту. Вот, ты у нас будешь общун. Можно, кстати, его, вот этого лотра, заставить, либо готовить кулинарку у неё на два. Ну, там на какой-нибудь фигне попрокачивать. Так, давайте посмотрим, качает ли солонина кулинарку. Да, солонина кулинарку качает. А сколько требуется скилла? Скилла вообще тут не требуется. Вот этим лотра я заставлю сделать солонину. Потому что плоти гуманоида дофига. Он прокачает кулинарку. При этом я его заставлю общаться. Он прокачает общение. То есть он у меня будет кулинар общун. И Люсию я тогда разгружу с этого дела. Ремесло пока я не буду у неё тут вникать. А Люсия у меня займётся, наверное, вот этим всем. Тут надо очень много будет вырезать. И сделать постройку. Сейчас пока что... Что такое? Молния ударила. Сейчас пока что я постройку делать не могу, к сожалению. Средняя боль. Тоже вроде всё около дела. Курь тяжёлая 76 на 99. Он выздоровел. Так, у тебя 86-70. А чё ты ходишь? Иди отдыхай, блин. Придурок. 86 на 73. Так, а у тебя... Курь лёгкая 60 на 78. Это практически готов. Ну, в плане выздоровления. Алкашан... Всё. Алкашан иммунитет. Поздравляю. Алкашан вылечился. У нас сейчас, опять же, будет строитель дополнительный. Он занимается фигнёй, переноской. Так, вот этот блок нужно убрать. И можно, наверное, сейчас его будет направить, построить... Так, вырезать. Построить вот эти стенки. Что-то у меня тут совершенно всё остановилось. Развитие. Что-то же рейд вообще прямо на носу просто маячит. Так, ты можешь с ним пообщаться? Давай-ка вот с этой. Я понимаю, конечно, готовить нужно. Готовить можно позже. Так, сколько у меня плоти гуманоиды осталось? 351. Так, 351. Солонина, сотка. Ну, в принципе, норм. Надо посмотреть, насколько он прокачает. С 19... Ну, прямо единичку скидывает. Надо Люсю заставить общаться. Нет, Люся, ты пойди выруби заросли. Мне это радует. А, переключение постоянное. А ты, братюня, сейчас пойдёшь у меня строить. Так, вот это полено нужно тоже вырубить. И, возможно, придётся... Конечно же, он... Вместо того, чтобы подносить, он пошёл вырубать. Всегда лучше вначале... Всё-таки... Сделать вот это. Рубим. И в приказ. Срубить. Рубить. Рубить. Ну, иначе вот такая фигня получается. Причём он сейчас неполный комплект принесёт. Хотя можно было бы, конечно, полы построить какие-то. И выруби ещё бамбук. Так, ещё вот это выруби. И вот это выруби. Тут что-то валун не дорублен. На грядник можно вырезать. Нафиг он тут нужен? Этот блок нужно унести. Так, а ты... Наиспражнялся? Давай, работай. Ну, опять неполный комплект принёс. Ну, вот как? Давай, достраивай. Сюда. Ещё и сфорил. Как и чудесная команда. Блин. Прозевал. Прозевал сытность. Так, попробую его успокоить. Не получится. Проблема в том, что мне сейчас его будут не повербовать. Вот буквально какая-то минимальная фигня и всё. Сколько он сейчас скинет, кстати, Лукашин? Может он... О, он 1,2 даже скидывает. У нас... Не знаю, как это работает. Что-то как-то рандомно сопротивление преодолевается. Непонятно. Хорош, что с засолкой заниматься. Людей есть позже будет. Так, и мне нужно для этого дерьма сделать какой-то склад с менее высоким приоритетом. Сделаю... Сделаю склад, наверное, вот тут. А тут нужна копия. Скидывать настройки. Установить настройки. Приоритет обычный. А этот склад можно уменьшить. Четыре бочки говна хватит, чтобы удобрение делать. Я правда не знаю, что за удобрение из человечего вот этого кала получается. Непонятно. Ну вот. Блин, я боюсь, что он сейчас себе... Так, попробую успокоить его. Боюсь, что он себе такими темпами заразу просто занесет. Вот этими мелкими ранами. Ну. Не удалось успокоить. Блин, это грустно. Да, тот самый момент, когда необходимы какие-то дубинки шоковые, чтобы успокаивать. Коди, а ты можешь себе зарядить дрова, быстрее изучать будешь. Ходи, у нас, кстати, тоже выработал иммунитет. А у тебя... Вот у этого с иммункой... Ну, он тоже иммунитет выработать, даже без лечения, в принципе. Но порез, конечно, может вызвать дополнительные инфекции, что есть очень плохо. Я надеюсь, он достаточно быстро от болевого порога сейчас отрубится. Боль у него сильная, 48%. Так, тут где-то ведь должно быть написано, при каком болевом пороге он вырубается. Так, если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. Я сейчас не хочу просто смотреть, посмотрю уже в следующей серии. Да, никак не хочется успокаиваться у нас, наш этот лотра. Васянин продолжает рубить блоки. Так, тут у нас ничего полезного нет. Толстых потолков тоже нет. Ну, по крайней мере, вот эти все какие-то непонятные валуны он отсюда уберет, чтобы они мне не мешались. Мне нужен алкашан. Зачем ты... Блин, он там... Он там хочет крышу строить. Прям навязчивая идея у него. У него крышу построить. Крыша у меня здесь обозначена... Ну да, везде. Не успели они крышу из-за болезни построить. Получается вот такая фигня. Он сейчас будет везде просто все это подрезать. Эти бамбуки, вот эти все, вот это вот все. Но, к сожалению, очень сильно мешается. Так, вырубай. Смертельные болезни. Ух... Ходит ли у меня врач... Ходит, сможет вылечить. Смертельные болезни это не страшно. Потери крови просто достаточно большая. Нет, потеря крови вообще легкая. Смертельные болезни за корей вылетело. Потому что кори 83%, но он вылечится. Он вылечится. Торгует с оружием. Возможно, сейчас, кстати, получится чем-то побарыжить. Посмотрим. Мне здесь нужно повырубать вот эти вот деревья. Это вырезаем. А то сейчас опять эти серые и убогие мои начнут очень долго и медленно и нудно все это вырезать. Ничего хорошего из этого не получится. Это можно тоже вырезать. Так, почему-то нажал на кнопку, она не отметилась. Опять какая-то гроза начинается. Но, к сожалению, в этом биоме очень много всяких гроз происходит. Всегда. Все, вроде повырезали. Алкашан, пожалуйста. Дострой вот это вот. Ну, будь человеком. А мы тем временем сейчас ждем, пока Торгаш придет. Что у тебя? Гаримыка. Практически замотал его. Ну, заражение отсюда вылечить проблем не составит. Он еще и в коме валяется. Посвербовать его не получится. На, 2,6 осталось. Ну, вот как. Ладно, Люся его сейчас покормит. Торгаш. Собаки у Торгаша гораздо быстрее пришли, чем сам Торгаш. Ну, тут понятно, что погода не летная. Кстати, этот Торгаш оружием, соответственно, возможно, у него будут автоматы. Вообще, мне сейчас крайне не помешают бы пистолет и пулемет, потому что они стреляют очень быстро и оставляют с минимальными оторванными органами. То есть, если ЦППшик расстреляют бомжей, то велик шанс того, что его можно будет захватить без поврежденных органов и вылечить. Прямо то, что мне нужно. Так, Люся, Люся, Люся. В принципе, сейчас они подойдут, можно с ними будет пообщаться. Тем более, идут сюда на угол. В ваниле, конечно, бесит. Бывает, зайдут куда-то посередине базы и никак от них не избавятся. Так, ну что, Торгаш, что у тебя есть? Куча всяких стрел, которые... Ну, стрела каменная мне нафиг не нужна. Металлическая, возможно, пригодится, потому что у меня есть лук и сейчас человек у меня появится скоро. Боеприпасы. Я думаю, что вот это нужно обязательно купить. Потому что делать патроны гораздо-гораздо сложнее, чем купить. У них стоимость вообще никакая. А тут я получаю целую кучу боеприпасов. 9.19, особенно мне под пистолет подойдет. У меня же пистолет на 9.19 сейчас работает. Надо уточнить. И нужно посмотреть, что у него есть из вооружения. Из огнестрела. У него ничего нет. Да, ну это грустно. Можно, кстати, боевую маску химзащиты продать. Она мне в любом случае в ближайшее время точно не понадобится. А нет, подожди. Вот у нее есть винтовка. ХК-2500. Блин, вот это было бы вообще мега вообще. Ну, я считаю, что это топовая винтовка на 5.56. 6 выстрелов она делает в отличие от... От какой-нибудь там М-ки или что-то типа того. Микроган. Серьезно? 64 микроган стоит, чтобы продать? Да, но на эту винтовку мне не хватит вообще абсолютно... Ну, никак просто боеприпасов. Боеприпасов, говорит, денег. Боеприпасов, кстати, тоже не хватит. У меня их тупо нет. Можно было бы попробовать впарить ему всякие эти кожаные поделки. Но, как я здесь низвернусь, у меня в любом случае денег-то не хватает. Целой тысячи не хватает. Даже если вообще все ему попродаю. Поэтому придется довольствоваться малым. Я просто у него куплю боеприпасы на 9.19. Продам каменную стрелу. Ну, просто, чтобы она не замусорила. Были бы у него бараны, я бы, может быть, барана купил бы. Потому что баран очень удобен, его можно доить. И с него можно стричь шерсть. Длинные луки я оставлю. Бамбуки с зарядом микроган. Я тоже оставлю. Хотя можно из микрогана, конечно, было бы стрелять, если бы у меня были боеприпасы к нему. Но он их не продает, к сожалению. Брюки я оставлю, мне пригодятся. Остальное продавать смысла нет. Потом просто закупаем боеприпасы. Да, купил, называется. У меня денег-то нет. Но деньги я сейчас получу. Деньги сейчас продадим. Какой-нибудь. Жалко, диван не могу продать ему кожаный. Давайте продадим ему кожу птицы. Мне кожа птицы совершенно нафиг не нужна. 65-62. А у человечины... 100-100. Я, кстати, не знаю, дает ли человечину дебав. Точнее, не помню. Вот кожу птицы я продам. И продать нужно... Шкура птили мне нужна. Мех шиншиллы. В принципе, если я еще шиншилл где-то настреляю, то мне бы пригодилось. А так у меня нифига нету. Поэтому продаем кожу человека. Сколько тут потребуется их продать? Не знаю, давайте накликаем. Ну, вот так вот. В один. Наверное, все. Сюда и сейчас нужно попросить их уйти. Покиньте, пожалуйста. Колонию нашу. Все, а это можно все переносить. Уносим. Я надеюсь, ты все забрала? Да. 108. Не, у Люси не 9-19, к сожалению. Но в запас боеприпас взять это важно. Потому что я все равно с 9-19 смогу пострелять. Единственное, что... Не знаю, куда она их выгрузит. Эти патрошки. 400. А. Ну, все сюда и скинуло. Серебряную руду в количестве одной штуки. Невероятная удача просто только руды иметь. Скидываем сюда. Так. А у тебя? Да, с ним не пообщаться. Ничего нельзя сделать. С ним я поговорю. Ну, и я буду на этом потихонечку заканчивать. Избавились мы от болезни. Но, к сожалению, не получилось завербовать пленника. Потому что он психанул перед самым прям вообще концом вербовки. Но у нас при этом еще пришел караван торговый. И получилось купить боеприпасы на будущее. Плюс готово практически... Что-то я тут неправильно, да, начал строить. Подвожу итоги и строю неправильно. Готово практически уже заготовка для луча на нашу оборону. Это тоже нужно отключить. Здесь нужно будет засыпать. Но этим будем уже заниматься в следующей серии. На этом серии все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!